Домашние пельмени Каждая семья готовит их по-своему и я покажу вам, как готовить их мы. Для приготовления теста мне понадобится 3 стакана 250 мл пшеничной муки, примерно 480 г, 200 мл холодной воды, 1 столовая ложка растительного масла, 1 яйцо, половина чайной ложки соли, Для фарша я использую 3 сорта мяса, говядину, индюка и курицу в равных пропорциях, примерно по 350 г каждого вида. Такое сочетание мне нравится больше всего, но вы можете использовать и другое мясо по вашему желанию или уже готовый мясной фарш. Также мне нужны будут 2 луковицы и 15 г соли, если фарш будет очень густой, нужно будет добавить немного холодной воды. Мясо и лук нужно нарезать под мясорубку, мясо у меня уже готово и я нарежу лук и теперь все вместе в перемешку мясо и лук я пропускаю через мясорубку, решетка средняя. Фарш я добавляю соль, молотый черный перец и хорошо все вымешиваю. При вымешивании можете заодно отбивать фарш, можно добавить одну-две столовые ложки холодной воды, но аккуратно смотрите, чтобы фарш не стал жидким. В итоге фарш должен получиться вот такой легко размазываемой консистенции, но не жидкий. Его нужно накрыть пищевой пленкой и на час-два убрать в холодильник. Теперь тесто. Разбиваю яйцо, добавляю соль и перемешиваю. Сюда же выливаю воду и растительное масло. Отсыплю немного муки, примерно 100 г. В оставшиеся сделаю углубление и вылию сюда смесь и теперь аккуратненько буду перемешивать. Отложенную муку высыпаю на стол, немного распределю и выкладываю на нее тесто. Теперь тесто нужно вымесить, вмешивая оставшуюся муку. Вымешиваем до гладкого однородного состояния. Возможно вам не понадобится вся отложенная мука и вы почувствуете, что тесто уже достаточно крутое. Тогда просто оставьте ее для раскатки. Для моего теста достаточно муки, у меня осталась примерно столовая ложка. Просто ее отодвину и потом использую, когда буду раскатывать тесто. То есть на само тесто у меня ушло 450 г. И теперь осталось вымесить само тесто. Конечно, когда муки в тесте много, вымешивать его сложнее, но зато при варке пельменей оно не будет рваться. Чтобы тесто лучше вымесилось, можете несколько раз бросить его об стол или разрезать и вывернуть. Вот, посмотрите, какое получается тесто. Гладкое, однородное, но в то же время довольно упругое и крутое. Можно его положить в миску, накрыть пищевой пленкой, а можно просто убрать в полиэтиленовый пакет и оставить на 30-40 минут. Время прошло и дальше ничего необычного. Подпыляю стол мукой и выкладываю тесто. В зависимости от величины вашего стола можете разделить тесто на две части, а можете раскатывать сразу все. И раскатываем тесто в тонкий пласт. При раскатке его можно перевернуть несколько раз, чтобы оно не прилипало у вас к столу. И когда тесто раскатано до толщины примерно миллиметр, берите рюмочку, стакан, колечко и вырезайте кружки желаемой величины. И здесь уже размеры на ваше усмотрение. Кто-то любит больше, кто-то меньше. Остатки теста я соберу, потом их вторично вымешу, раскатаю и опять сделаю пельмени. А из этих вырезанных кружочков могу лепить пельмени. Сразу подготовлю доску или противень, смотря что у вас влезает в морозильник, присыплю мукой и буду сюда складывать готовые пельмени. Из холодильника достаю фарш и выкладываю на серединку тесто. Можете разложить весь фарш сразу по кружочкам, можете делать по одному, как удобнее. Форма также на ваше усмотрение, какая вам больше нравится. Я леплю вот таким образом, мне кажется, что так проще. И складываю на подготовленную доску. Продемонстрирую еще раз. Выкладываю фарш на середину и прихватываю тесто. Я понимаю, что форма не совсем пельменная, но мне кажется, так быстрее. Лучше всего, конечно, к этому делу привлекать всю семью. Но тогда все пельмени будут разные, зато весело. И таким же образом делаю все остальные. Когда одна доска заполнена, я присыпаю еще сверху пельмени мукой и убираю в морозильник. И когда они хорошо прихватываются, их можно будет сложить в пакет. Соус для пельменей я делаю такой. Беру помидор, если есть огурец, его тоже хорошо добавить. Добавляю соль и измельчаю блендером. Теперь добавляю сметану пропорции произвольные и перемешиваю. Сюда же добавляю свежую зелень. Укроп, петрушку, кинзу, базилик. Любители чеснока могут выдавить чеснок. Соус для пельменей готов. Варить пельмени в кипящей подсоленной воде, причем в большом количестве. Когда вода закипела, опускаю пельмешки. Очень аккуратно их нужно промешать. Ждем пока вода повторно закипит. После этого нужно огонь отрегулировать так, чтобы сохранялось небольшое бурление воды. Варят пельмени 3-5 минут в зависимости от их величины. Мои небольшие, им хватит и трех. После этого шумовкой пельмешки вылавливаем. В посуду я уже положила кусочек сливочного масла, чтобы пельмени не слипались. Также в этой воде можно варить и следующую партию, если это необходимо. На этом все, пельмени готовы и соус для них у меня уже готов. Хотя вы можете есть их с каким-либо другим соусом по своему желанию. Или добавить бульон и есть как первое блюдо. Вот такие домашние пельмени у меня получились и обязательно получится у вас. Я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успех во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!